С октября прошлого года в государственных детских садах и с апреля этого года в частных, имеющих госзаказ, бесплатным питанием обеспечивают определенные категории детей. 100% этой суммы покрывается за счет местного бюджета. Такой мерой господдержки охвачены дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с инвалидностью, а также дети с особыми образовательными потребностями. Льготное питание, то есть 50% оплачивают родители, 50% за счет местного бюджета. Это уже категория детей, которые из многодетных семей, которые воспитываются в семьях получателей АСП, а также в семьях, где среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Бесплатным питанием в Кустанайской области уже охвачено 770 детей. С 50% скидки в детском саду питаются 1900 детей. Средства, заложенные в бюджет, на эти цели позволяют цифру увеличить. Поэтому в управление образования просят родители, чьи дети попадают под любую из категорий, обратиться к администрации детского сада, куда ходит ребенок. Какие документы необходимо предоставить? Здесь хотелось бы сказать, что в каждом случае индивидуально. То есть, если это ребенок, который находится под опекой, то опекун должен предоставить постановление о назначении опеки. Если это ребенок на патернатном воспитании или воспитывается в приемной семье, тогда уже договор о передаче ребенка на патернатное воспитание или в приемную семью. Если ребенок проживает в семье, которая получает адресную социальную помощь, тогда раз в квартал справку о назначении АСП необходимо будет предоставлять в детский сад. На сегодня стоимость питания для детей до трех лет составляет без малого 14 тысяч тенге, а от трех до шести лет – 16 тысяч. Поэтому такая мера поддержки, как бесплатное или льготное питание в детском саду, может стать значительной помощью родительскому бюджету, особенно если детский сад посещает несколько детей из одной семьи. Виктор Ваташко, Яна Гала, РТН.